С печального сообщения мы вынуждены начать нашу программу. Сегодня, 15 июля, в Москве Московской области объявлен день траура. В минувшее воскресенье патриарх Кирилл и сотни москвичей молились о здравии пострадавших и об упокоении погибших в результате крупной автокатастрофы в Москве. Заупокойное литье совершалось в храме Христа Спасителя. Подробности у Инны Тихоновой. В субботу, 13 июля, в результате столкновения рейсового автобуса и грузовика у села Ознобишино погибли 18 и пострадали 61 человек. Госпитализированы 28 человек, а 18 находятся в тяжелом состоянии. Сегодня в Москве объявлен день траура. Более того, во всех храмах российской столицы и Подмосковья по указу патриарха Кирилла на воскресной литургии были вознесены особые молитвы о здравии пострадавших и об упокоении погибших в крупном ДТП. Сам Господи упокой души усопших раб Твоих в автономбильной катастрофе убиенных вместе светли, вместе злачни, вместе покойни, отнюдь уже отбежая болезнь, печаль и воздыхание, всякое согрешение, содеянное ими, делом, словом, помышлением, якоб благи и человека любец Бог прости. По окончании богослужения предстоятель Русской Церкви обратился к прихожанам храма, духовенству и ко всем православным россиянам. Мы совершим заупокойную резину. Я всех призываю к тому, чтобы мы горячо помолились об усопших, о скоропостижно скончавшихся, чтобы Господь принял эту скорую, невинную кончину, безвременную кончину, как некое покаяние людей. Никто из них не успел раскаяться в своих грехах, но ведь и жизнь они свою завершили без всякой своей воли и без всякого своего участия. Потому верим, что Господь по молитвам Церкви примет души в небесное Своё Царство. Более 20 человек сегодня находятся на больничной койке и несколько из них в очень тяжелом состоянии. Поэтому мы должны в своих частных молитвах, даже не зная имена этих людей, помолиться об их выздоровлении. Но также нужно помолиться и о родных, близких. Можно себе представить то горе матерей, отцов, братьев, сестер, детей, которые сегодня обрушились на них. Совершенно неожиданно, казалось бы, без всякой причины. В день трагедии священники навестили пострадавших в медицинских учреждениях Подольска и Москвы. А в воскресенье и понедельник духовенство и сёстры милосердия приедут в другие столичные больницы. Субтитры подогнал «Симон»